где работает из дома сегодня у него в офисе очень-очень жарко вот он домой зашел мне нужно бежать за севинч как я уже сказала у всех каникул а вот севинч школе проварила геометрию вот офис джейн там сейчас очень-очень жарко кондиционера там нет поэтому мой как жарко на улице и когда же уже вот эти заборы поставят там прям уже бесит ну завтра все завтра уже точно все начинают дмитрий который с украины завтра будет тут со своими ребятами а еще не упала этот гараж какой-то как восьмидесятых годах в америке мой боже мой смотрит на меня говорит я за тобой слежу он говорит ой все сделала смотрит машина говорит что я снова ее поцарапала он говорит кто тебе дал кто тебе дал права права я получила если что когда мне было 18 лет так что не надо мне вот этого пожалуйста все поехали всем доброе утро наконец-таки сегодня день садика я уже не могу у меня только день садика два раза в неделю сейчас летом а так было три раза в неделю я спать пойдемте опыта до опыта ребята должны были приехать все как я не поняла они еще не приехали или привет ой здравствуйте а я как раз говорила себя на ю тубе что не приехали ребята еще дмитрий приехали да здравствуйте да смыв куда будете сначала делать смывку делать вы мне потом этот цветов от пришел вас бассейн чистик бассейна хочу вам показать смотрите помните когда мы его только купили он был такой грязный вот сейчас уже немножечко есть результат я мать сегодня работает много работы опять дверь открытого вы не представляете что было сегодня утром джей снова оставил дверь открытой и зои у меня снова убежала и туда они начали ну вот она же чувствовать что чужие люди в доме и я ее ели как нашла снова жара же на улице и когда я ее нашла у нее язык опять вываливается она вся в стрессе я снова чуть не переругалась с мужем потому что он снова открыл дверь открытой я уже думаю всем с меня хватит я уже сейчас тумаса это столько стресса один за другим но ходится хорошо что дети садике я хоть чуть-чуть думаю отдохну сейчас поеду сегодня наверное поеду в русский магазин сниму вам контент и куплю что-нибудь ой да это конечно не знаю как люди будут работать заранее выносимая очень жарко очень в среду уже придут делать заборы будут доделывать не знаю когда все это кончится только все начинается и потом нужно будет заниматься травой потому что люди которые тут жили раньше хозяева не им было плевать на траву так выехала из дома жара такая это просто невыносимая прям все плывет что вот у нас минус а именно вот где мы где я живу в лос-анджелесе не во всем лос-анджелесе но вот именно в валах где я живу тут самый жаркий климат по всему лос-анджелесу если не по всей если не по всей калифорнии хотела поговорить вами на тему домохозяек есть у меня тут домохозяйки которые не работают не работает занимается балдой дома до камера у меня трещит надеюсь что не прыгает что я заметила что то что вот я не работаю чтобы вы понимали я работала всегда всю жизнь и в америке то есть я с мужем только с 2017 года вот мы начали встречаться 2016 шестнадцатом и в семнадцатом поженились вот в америке с 2008 года но вот конец 2008 и я все в это время работала то есть я мужа встретила через много-много лет и всегда была независимая всегда работала всегда были свои деньги вот а сейчас как бы у меня мы так с ним решили это то есть это не было мое решение что вот именно чтобы я чтобы я смотрела за детьми это он меня он меня попросил чтобы я не работала я работала к я уже говорила и блуминдели и банков америка банкиром но он попросил меня чтобы я не работала чтобы смотрела за детьми и как бы я согласилась и это затянулось на почти четыре года и И вы знаете, когда я дома, у меня, то есть я всё время работаю, потому что я люблю соблюдать дом в полнейшей чистоте, и как бы у меня всегда чисто, у меня всегда аккуратно, ну, по крайней мере, я стараюсь, чтобы так было, да, то есть у меня нет практически ни минуты свободного времени, чтобы я чего-то не делала. А вот в последние дни я делаю, но не так, как раньше, и потому что у меня, я себя плохо чувствую, у меня какая-то вот дурацкая усталость, тяжесть в сердце, и я не понимаю, что, да, а сейчас муж у меня работает из дома, вот неделю, он же болел, и я словила себя на мысли, что когда вот муж даже дома, я не могу сесть на диване, или там, я чувствую себя виноватой, что я вот такая ежедневенка, сижу дома, то есть я не сижу на диване вообще, то есть я всё время что-то делаю, но вот, и когда вот я чувствую, что я себя плохо чувствую, я не могу себе позволить вот так лечь, не думайте, что муж мне что-то говорит, да, это абсолютно к нему не относится, это у меня в голове, муж наоборот мне всегда говорит, перестань так всё время бегать по дому, как сумасшедший, отдохни, он мне наоборот всегда говорит, тебе надо нажимать на тормоза, и как бы, он говорит, сейчас у нас рабочий работает, а ты носишься с этим полом, моешь эти полы, зачем тебе это надо, вот сегодня он меня остановил, говорит, зачем тебе это надо, у нас тысячи людей туда-сюда ходят, я остановилась, и я что-то легла, я думаю, что-то мне так плохо, и муж зашёл с офиса домой, и я сразу встала, и такая, и ловлю себя на мысли, что мне неудобно, да, что вот он там в офисе работает, тут рабочие в такой жаре работают, а я такая лежу, да, хотя дома чисто, я уже убралась, всё, да, я думаю, почему я так себя чувствую, это потому, что я, да, я работаю как кишак, я никогда не работала так в своей жизни, как я работаю, когда я стала домохозяйкой, да, я вам серьёзно говорю, но то, что я как бы официально не зарабатываю деньги, официально и неофициально, да, то есть у меня нет заработка за то, что я делаю, если мы сейчас наймём няню, домработницу, повара, человека, который будет водить детей в школу, туда-сюда, за это вы будете платить деньги, и немалые деньги в Америке, и это чья-то работа, а когда это делает мама, то есть это всё обесценивается, потому что домашняя работа, она самая неблагодарная, да, вот, и как бы я сама себе говорю, вот если бы я, хоть на какой, да, вот если бы я хоть работала бы официально, даже пусть 15-20 часов в неделю, и зарабатывала бы какой-то там чек, я бы себя так не чувствовала бы, я бы тогда уже, ну, как бы с гордо поднятой головой отдыхала бы, когда я могу отдыхать, я знаю, что это у меня на психологическом уровне, что это не относится к мужу, в принципе, я вот так сейчас подумала об этом, это, конечно, очень странно, пойдём, Севинь, я вот сейчас Севинь собираю, поэтому я хочу заняться риэлторством, в риэлторстве очень хорошие деньги, и я уже, ну, тот риэлтор, который нам продал наш дом, он хочет взять меня к себе в команду, ну, потому что я, как вам уже говорила, я общительная, я, в принципе, могу продавать, у меня хорошие английские, хоть с акцентом, но хорошие, поэтому, как бы, я хочу работать, я вот начну работать, и, как бы, быть независимой финансово, вот, я финансово не то, что не независима, у меня есть свои деньги на счету, да, то есть это не то, что я, у меня нет ни копейки, ничего, да, что я без кола, без двора, нет, но, по-моему, сейчас звонит, надо остановиться. Хотела поехать в русский магазин, но поеду чуть попозже, сейчас мне нужно для себя что-то купить, смотрите, вот, полкило, а-ля кот филет, вот это рыба белая, 10 долларов за полкило, самон стоит 12 долларов за полкило, ну, где-то, да, все 10-12 долларов за полкило, сказать вам по правде, особо, прям, так, знаете, свежо не выглядят, ну, или, мне так кажется, скиалокс, 30 долларов за полкило, вон, белые, креветки, 12 долларов за полкило, так, это лобстеры, 9 долларов каждая, это вот большие лобстеры, 20 долларов за штуку, о, смотрите, какие гигантские креветки, 25 долларов за полкило, так, ножки креветок, 28 долларов за полкило, раки, 5 долларов за полкило, ну, вот, мясо, Нью-Йорк стейк, 23 доллара за полкило, так, вагубив, ну, это самое такое классное, классное мясо, 37 долларов за полкило, это 40 долларов за полкило, мясо, конечно, очень дорогое в Америке, особенно говядина, она очень дорогая, так, стерлон стейк, 7 долларов за полкило, так, это тоже 7 долларов за полкило, но мясо красивое, это тип просто, но для духовки 10 долларов за полкило, ну, тут всякие бургеры, бейконы, курица, вот, кебаб, 8 долларов за полкило, это чикен тай, уже маринованный, 5 долларов за полкило, это 7 долларов за полкило, тоже уже маринованный, ну, тут вот всякие соусы, ну, вот тут, вот, 13 долларов, это копченый самон, красная рыбка, 13 здесь, ну, там чуть-чуть, ничего даже нету, на два раза, это типа как роллы, вот, с сыром, 12 долларов, сосиски классные на грил, 9 долларов, вот, это всякий фарш, тефтельки итальянские, 9 долларов, ну, знаете, так вот, тефтельки покупать удовольствие так себе, можно самим, а вот, это что, знаете, раков ламп, то есть баранины, бараньи, бараньи ребрышки, 30 долларов, 75 центов, получается тут почти 2, 2 паунда, это значит, ну, где-то килограмм, говядина и баранина, она дорогая, курица нет, ну, в зависимости, если это органика, она, конечно, дороже, а так курица, она дешевая, и самая дешевая, это, как это называется, порк, свинина, вот, курица, курица, но, это вот не органик, вот видите, 12 долларов, 70 центов, за все вот это, а если сравнить органик, вот, пожалуйста, это органика 17 долларов за половину, 16 долларов, за половину того, что было в неорганике, то есть, а вот торты всякие, вот, 13 долларов торты, ну, вы знаете, торты в Америке есть хорошие, конечно, но все равно не как у нас в Ташкенте, я думаю, что в Ташкенте у нас реально не делают не просто красиво, но еще и нереально вкусно, тут все-таки чувствуется эта химия, ну, конечно, есть пекарни, где делают органик, и вкусно, такие как Портас, Whole Foods, но обычно, если вот в таких вот обычных американских магазинах, супермаркетах, гипермаркетах, там красиво, но не всегда вкусно, ну, тут, в общем, все замороженное, замороженные продукты я не беру, очень-очень редко, это я не люблю, так, заплатила 35 долларов 33 цента, да, ну, вот вода, вот такая вода, штучная вот эти я взяла, потому что я их собираю, у меня дети любят разные, с разными фигурками, и что, хорошо, сок выпиваешь, а это потом остается просто водичкой, воду туда заливаешь и им используешь, виноград, огурцы, столичка, вот помидорчиков, и вода, все, 35 долларов. Так, сейчас готовлю ужин, сегодня я себя чувствую, опять, видите, у меня, как будто мне реально стоят 50 лет, то у мужа болячки, то у меня, сердце что-то у меня, знаете, беспокоит меня в последнее время, очень-очень часто, я сегодня позвонила сделать запись, такой мы, со своим врачом, и как бы, когда я сказала, про свои симптомы, они сразу соединили меня с emergency nurse, и emergency nurse говорит, тебе нужно, как бы, в emergency, чтобы они убедились, что у тебя нету там прединфарктного состояния, или еще что-то, я говорю, нет, в emergency не пойду, потому что, если я сейчас пойду в emergency, там, ну, минимум, 2000, мне надо будет заплатить, мужа, хватило нам, не буду я идти туда, потому что, я не думаю, что у меня прединфарктное состояние, просто у меня вот такое вот, ну, как бы, не очень хорошее состояние, но, может быть, это стресс, переезд, дети, дом, очень много стресса было, поэтому, наверное, это, я думаю, из-за этого, вот, и потом, как бы, я сказала, я хочу сделать опоймы, но самый ближайший, только в следующий четверг, вот, я сказала, да ладно, нормально, и сейчас они мне снова позвонили, говорят, ну, как бы, мы рекомендуем прийти хотя бы в urgent care, а вы, типа, идете против рекомендаций, там, вы понимаете, что это может быть опасно, я говорю, я все понимаю, но теперь, наверное, все-таки завтра я поеду в urgent care, это не emergency care, но это тоже, как бы, как я вам уже объясняла, именно если это когда нужно срочно ехать, а urgent care, это когда вы туда идете, ну, можете увидеть врача в тот же день, да, вот, и там, как бы, цена такая же, как обычная. Сейчас я мужу, у меня до сих пор, ему лучше, но ничего есть он не может, кроме, как вот, холодного смузи, или же пюрешки, супчики, все остальное, даже это ему больно, есть, ничего больше он есть не может, потому что, уже, ну, как бы, если он что-то такое более твердое съест, то у него уже начинается сильная боль. Сейчас я приготовила ему рассольник, суп рассольник, так вкусно получается, очень вкусно, а этот просто нам, мне и детям, я даже не буду, если честно, это вот севинчи детям, я не хочу, сейчас, что-то ничего есть, у меня нет аппетита, обычно я готовлю, там, добавляю туда грибы, сыр, разные вариации готовки есть, но, так как я это готовлю в основном детям, если вич, они у меня, такого прям не любят, чтобы там было много чего, и также хорошо такой рецепт просто с песто, добавляете вот эту куриная грудка, соус песто, нарезанные помидоры сверху и сыр, и запекаете 30 минут при температуре 400, по паренгейту, но так как я, опять-таки повторяюсь, я делаю это детям, дети у меня не любят песто, а это я добавляю то, что осталось у меня, что это, а, духовка начала работать, остаток вот этого артишок-пармезан, то есть это артишок и пармезан, дип, ну, с чипсами, да, паста, чуть-чуть осталось, я решила это добавить в мясо, будет вкусно, и это такой, знаете, сливочный вкус, детей это не отпугнет, вот, и буду просто, знаете, запекать, в духовке, я уже добавила соль, перец по вкусу, добавила чесночную, чесночную приправу, вот, должно быть, должно получиться вкусно, и, как бы я еще могла бы сюда добавить сыр, наверное, добавлю чуть-чуть еще больше сыра, сегодня было много работы, закрыли, закрыли, все закрыли, весь дом покрыт, специальным этим, завтрашнего дня, будут начинать краску, можно засунуть это вовнутрь, можно добавить туда грибы, но уже заранее прожаренные, с луком, можете импровизировать, как хотите, что, Майзи, что, иди ко мне, но у меня капризничает, что, say hi, say hi, what are you making? I'm making dinner, она говорит, what are you making? Dinner, chicken, say hi to the camera, say hi, who is there? Soup? Soup. проверяет, хорошо. как она вкусно пахнет у меня булочка ты моя маленькая булочка булочка ти моя так будем это запекать и я также на гарнир сделаю кукурузу я надеюсь она мне не тронула мясо я отвернусь на секунду и она уже все убрать меня дети обожают кукурузу я ее уже покупала несколько дней назад все еще не использовала американская кукуруза она отличается от нашей другой слой такой сладкий сладкий нормально я думала она уже испортилась так сейчас буду готовить а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok